Здравствуйте, это рубрика Мы в сети, с вами Наталья Лифантьева. Итак, в интернете обсуждают новость о том, что китайский владелец бренда iPad грозится добиться запрета вывоза планшетников из КНР. В конце прошлого года Apple попыталась вернуть себе права на торговый знак iPad на территории Большого Китая, однако суд отклонил ИС, в котором она обвиняет компанию ProView в незаконном использовании торгового знака iPad. Тем временем китайские власти уже изумают iPad из продажи, но главная неприятность не в этом. Именно в Китае на заводах тайваньской компании Foxconn собирают планшетники iPad, как и большую часть прочих устройств Apple. Если ProView добьется запрета на вывоз iPad из КНР, Apple нечем будет торговать во всех остальных странах. Эксперты полагают, что лучшим выходом из этой ситуации станет внесудебное урегулирование, в противном случае неизбежный скандал станет тревожным сигналом для транснациональных компаний, работающих в Китае. Мы решили продолжить обсуждение этой темы. Сегодня в нашей студии гость – это владелец сети салонов сотовой связи Виктор Пашов. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, ну вот насколько серьезна данная проблема? Ну, ситуация на самом деле действительно очень серьезная. Apple как бы в тупике находится. Бренд iPad придумали китайцы. В 2009 году Apple купил этот бренд у фирмы-правообладателя за 55 тысяч долларов. Сейчас, когда iPad победил весь мир, китайцы решили, ну не знаю, может быть заработать на этом. И они не признают это соглашение и утверждают, что права на бренд iPad в Китае принадлежат до сих пор им. Но ситуация еще осложняется тем, что дошло до реальных действий со стороны китайской стороны. В Китае уже изымаются из продажи эти iPad. Ну, то есть действительно все на самом деле очень серьезно. Я, конечно, думаю, что в конечном итоге, как это всегда бывают, бизнесмены договорятся. Невозможно было бы подумать раньше, что когда-то Китай просто начнет препятствовать торговле или работе любой транснациональной компании. Там, допустим, эти компании очень чувствовали себя вольготно и делали, что хотели. Но наступают другие времена, и действительно транснациональным компаниям необходимо задуматься о бизнесе и о страховке для своего бизнеса. Спасибо, Виктор. Ну, а мы идем дальше. Социальная сеть «Одноклассники» запускает платежный сервис. Эта опция позволит оплачивать интернет, мобильную связь и другие услуги без комиссии. В ближайшее время планируется запустить механизм оплаты и коммунальных платежей. Провод денег будет доступен через банковские карты, виза и мастер-карт. Отмечу, что в апреле 2010 года платежный сервис запустила социальная сеть ВКонтакте. Через него можно оплатить покупки в интернет-магазинах «Рунета». Ну и напоследок в микроблогах и на форумах сейчас идет бурное обсуждение необычных звуков. Некоторых уже прозвали «стоны Земли». Необычные, по словам очевидцев, жуткие, давящие на психику звуки, фиксируются по всему миру и даже в космосе. Кто-то говорит, что они исходят из-под земли, кто-то с неба. Но очевиден факт, что эти звуки масштабны, их появление нарастает. Эти звуки уже вызвали массу пугающих теорий и слухов. Кто-то говорит, что на нас нападают пришельцы, кто-то считает, что это предупреждение о конце света. Другие говорят о том, что всему этому есть более реальное объяснение. Вот, например, в Малайзии недавно услышали жуткий грохот. Он появился на сайте YouTube. Выложили это видео. Жители на шутку испугались. Однако этому нашлось простое объяснение. Оказывается, звук доносился с завода по производству пальмового масла, который в тот день тестировал давление в котле. Между тем, происхождение многих странных записанных звуков до сих пор никто объяснить не может. Это сложно сделать в городе, где бетон, стекло и здания могут отражать, менять и усиливать звуковые волны ничем не примечательных источников. Если у вас есть свои предположения на этот счет, оставляйте их на нашем сайте afontova.ru. Также нашу телекомпанию можно найти во всех социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, в Твиттере, на Фейсбук и в Одноклассниках. Задавайте свои вопросы, оставляйте интересные темы. И помните, что мы не только в эфире, но и в сети. Увидимся!